всем привет ребята с вами локи мы продолжаем гаджа крю 2 у нас новые поставки автомобилей сегодня это porsche cayman gt4 вот так вот выглядит эта красота убийственная тачка ну а также сегодня у нас мотоцикл suzuki тоже очень бодренько выглядит ему можно поменять выхлопные трубы давайте в принципе посмотрим что у него там есть так посмотрим по стайлингу и так передняя фара оставим ее стандартный переднее крыло можно поменять сиденье но тоже пока на стандарте все смотрится более-менее адекватно можно поставить упор но я думаю мы погоняем если что без него вилку можно поменять но вот кстати говоря вторая вилка мне с красными вставками нравится чуть больше хотя вот спидометр по моему ли что там у нас сверху или просто какая-то закрылка закрышка там я не знаю что это такое вот она в стандартный выглядит по симпатичнее на мой взгляд но да ладно также зеркала можно их убрать оставить синие серые и вот у нас выхлопная труба одна такая две таких две таких и собственно две трубы на разных уровнях но тоже оставим стандартную в общем сейчас ребят мы будем продолжать проходить наши испытания сегодня наверное эти машины мы ну машину и мотоцикл не протестируем так что давайте посмотрим что у нас есть по заданиям и будем их проходить погнали ребятки нужно войти в топ-3 мы сегодня гоняем на мотоцикле он у нас не самый вкачанный я чувствую что соперники дадут нам еще прикурить нам нужно примерно 10 тысяч подписчиков для следующих этапов стрит-рейсинга также дрифта для дрэга нам нужно прокачать немножко нашу машину я честно даже не помню какая она у нас была вот так что еще довольно много всего мотоциклы самолеты спортивные автомобили вот в этих трамплинах я не знаю почему но мотоцикл ведет себя также странно как и катер то есть в принципе он начинает застревать как-то и вот просто сбросили скорость и тут же посмотрите эти парни сразу же как голодные волки готовы на нас накинуться первый круг мы прочти проехали первым так хорошо но сразу за нами ребята несутся не оставляют нам право на ошибку так что ребята нужно сейчас ехать очень внимательно здесь в принципе все спокойно а вот те два трамплина это такое себе сейчас вот здесь попробуем выжать просто нитро до упора оп хорошо теперь накапливаем нитро на следующий прыжок который по-моему будет вот сейчас ух ты ж черт подери да но вряд ли я их уже догоню конечно попробую у нас есть еще нитро нам же надо только в тройку зайти но мы поборемся за первые места пошли вон отсюда давай топим о да детка мы все-таки первые ребята это было непросто но мы смогли не выиграть и набрать 2000 подписчиков это хорошо остается около по 9000 если я не ошибаюсь у нас новые детали давайте сразу тогда сейчас быстро прокачаем мотоцикл он нас совсем не вкачан обожаю движуху в лос-анджелесе больше город больше толпа значит круче спонсоры не говоря уже о продажах футбола кефа к 9 и прочего а еще и ночью в приличном отеле а не в сельской дыре у нас только лишь рекомендуемый гир нашего гонщика никакого превосходства нет поехали снова нужно войти в топ-3 мотокросс детка это не хухры-мухры блин а как нас лихо все обгоняют так это еще что ладно надо запомнить что здесь не очень приятный поворот но ребята нас любезно решили подождать оп оп хорошо блин ну тут такие трамплины что мама мия опа и кто-то убрался за пределы это было нормально но понятно что здесь тягаться прям на первое место тяжеловато потому что мотоцикл наш не лучшим образом едет на всех вот этих кочках он не может особо разогнаться это только 26 процентов трассы опа мы можем выиграть только если сможем подловить их в каком-то моменте например вот как сейчас мы вырвались на первое место так поворот направо главное не проехать вот тот поворот в самом начале так хорошо пока вроде ребята от нас отстали ага вот так бачком кстати говоря очень неплохо получается входить здесь налево и первый круг как я понимаю мы с вами проехали вот здесь резко направо они хитрый поворот решили добавить первый раз я просто даже честно скажу не заметил его но мы сейчас держимся очень неплохо черт кто-то догоняет давай 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 на нитро как угодно так снова можно сделать сальто да в смысле я же хорошо приземлился не хуже чем в первый раз ладно пока едем оп здесь на маленьком трамплинчике нормально здесь можно бачком ай хорошо 20 процентов ребята остается 20 процентов трассы главное сейчас никуда не убраться отлично за нами прямо просто дышит нам в спину какой-то парень давай давай нитро топи да он прямо здесь он прямо тут он дышит в спину нормально три процента вот он финиш и мы снова первые ребята ну вот на мотоцикле уже не так просто как на машине когда мы с вами прям отрывались на огромную дистанцию и вот наши очередные награды если спросишь меня самое лучшее в гонке это занять первое место оно приносит тебе очки а очки не хочу говорить как магистр йода но очки ведут к победе победа к вечеринке а вечеринка понимаешь к чему я клоню если ты победитель все хотят попасть на вечеринку к тебе о смотрю здесь так чудак я бы все отдал чтобы посмотреть как ты уделаешь этого парня перед толпой мне уже надоела его показная скромность из доступных миссий у нас осталась вот эта одна посмотрим как у нас получится проехать я чуть-чуть подкачал наш мотоцикл так что сейчас я думаю он должен ехать получше войти снова в топ 3 но нам главное где-то на трамплинах не застрять потому что так мы парней в принципе догоняем и даже в каких-то резвых моментах обгоняем вот эти вот горки ну и конечно поворот не надо проезжать потому что сейчас я на секунду подумал что мы вообще куда-то в другое место едем так лихие здесь будут петельки сейчас оп и тут же трамплинчик ну хотя бы вот эти мы пролетаем нормально давай 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 разогнались горочки блин камера иногда не успевает повернуться за нашим мотоциклом так пятьдесят процентов трассы есть и вот он второй круг ну сейчас если вырвемся нормально так отлично и оп давай давай оп хорошо прям все в спину дышат я не помню я не помню на каком трамплине мы чуть подзастряли там тоже здоровая была горка по моему вот после этого поворота но сейчас мы пролетели его на ура все буквально чуть-чуть и финиш вот он и мы первые ооо да блин ну я поехал на горку а не на а ну я подумал нам куда-то на гору закинули эти награды можешь говорить что сейчас мы с вами еще разочек прокачаем мотоцикл я надеюсь что-то упало то чего у нас нет отлично коробка передач чуть мощнее чуть мощнее блок двигателя и уже 18 как сильно ты любишь природу если ты гоняешь просто чтобы сфоткать зайца на природе то это странный способ выразить любовь люди могут болтать что они в восторге от простой жизни только вот их не слышно из-за рева двигателей такер однажды сказал мне что короткие круги в ралли делают гонку похожей на музыку ты можешь изучить все ее особенности найти свой ритм и свою скорость на трассе как только ты подберешь нужный темп все получится оказывается тот porsche который давали в тот раз это раллиная тачка а не гоночная неплохо ну давайте погоняем погоняем ох ты ж как она взвизгнула здесь мы гоняем кругами да ну ладно это аля такой знаете сельский дрифтинг главное не запутаться в поворотах блин но машина что надо здесь не спорю здесь она вкачана гораздо лучше наших соперников но как она ревет а сколько кругов то ну примерно три круга нам ехать а а я еще думал где же нам гонять на этом прошломесячном porsche а оказалось что вот ралли подходит для него ну ну и по идее сейчас наверное еще два круга да и аккуратненько здесь направо нам в принципе осталось по моему тысяч пять набрать подписчиков и как раз большинство новых гонок откроется я даже на этой тачке не поддаю здесь нитро потому что она дико рвет прям с места ее уносит только так давайте погоняем с видом из кабины неплохо мне нравится все таки как вот сделан вид из кабины в the crew я помню первую часть мы с вами ребята кто смотрел много гонок проходили именно с видом из кабины из кабины ну и все финиш я занырнул так прокачка ну я думаю для этой машины прокачка точно не нужна уэйт не прав чтобы понять кто мы тебе нужно осознать что наше дело не похоже ни на что другое смешай волнение от гонки с трепетом который вызывает нетронутая природа и ты получишь нечто совершенно особенное следующий трек в ралли кросс сложно сказать когда зародился тот или иной спорт но момент появления ралли точно известен 4 февраля 1967 года прямо в эфире эту дисциплину буквально создали для телевидения кстати о видах продолжим традиция опа и сразу рванули ну здесь против нас такие сочные парни и пока вот эти двое не хотят нас пускать да ладно ворвемся сами нам не нужно приглашение мне просто страшно честно скажу на нитро подгазовывать потому как здесь очень резко заканчивается дорога и честно нитро не лучшим образом сказывается так я понял там более короткий путь что ли хотя здесь по прямой мы набрали скорость ополоснулись и летим дальше здесь скорее всего тоже три круга потому что мы как раз на второй вышли оп и сразу на нитро летим вроде всего 150 а такое чувство что прям под 300 не поддаем попробуем проехать здесь а здесь вот такая узкая трасса и немножко резкие повороты ну в принципе то же самое тихо 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 здесь можно поддать газку блин ну просто нереальный кайф от того как рвет эта тачка вот на нитро в повороте вообще просто идеально вот ты чуть-чуть поддаешь газ на повороте и машина едет как надо плавно так аккуратно здорово ну и все где то здесь финиш ребята вот он вот он как раз здесь на водичке там где можно ополоснуться и мы по ходу дела набрали необходимое число фолловеров посмотрим мы стали суперзвездой или что уже доступно новые события в серии лайв экстрим еще одна гонка лайв экстрим победишь снова и будешь купаться в славе но каково тебе быть звездой мы открыли новые дисциплины мы открыли новую гонку лайв экстрим если вы помните то это такое прям массовое хардкорное событие разноплановых гонок и как я вижу достаточно здесь еще достаточно всего где мы сможем с вами погонять там он и на подушке на лодке в общем ребята жду от вас поддержку побольше лайков побольше комментариев обязательно подписывайтесь на канал и увидимся с вами был локи всем спасибо за просмотр и пока пока и и и и и и и